Несколько ошибок, которые мы допустили в первом тайме, привели к тому, к чему привели, мы проиграли игру. У нас были очень хорошие моменты и подходы к воротам, но мы не смогли реализовать. Я поздравляю «Факел». Ребята заслужили победу своей самоотдачей, своим желанием. Поэтому, конечно, нам плохо нельзя, не должны были мы терять очки, имея столько моментов и хороших подходов, но повторюсь, что выиграет тот, кто забивает. Поэтому еще раз мои поздравления «Факелу» и удачи. Спасибо. Спасибо. Эмоции самые, что ни на есть, положительные. Но прежде всего хочу поздравить наших болельщиков, вас, представителей средств массовой информации, выразить слова, огромные слова благодарности ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Сегодня были, скажем так, были проблески той команды, которую хотелось бы видеть, с такой самоотдачей запредельной и подкрепленная, скажем так, во многих моментах игрой. Сегодня была хорошая игра с нашей стороны. Понятно, что команды с разных полюсов турнирной таблицы, они вторые лидеры. Команда практически, наверное, одной ногой уже ремьерной лиги. Мы на последнем месте. Эта ситуация, конечно, ребят немножко угнетала. Как возможно было, пытались вывести их с этого состояния, убедить в том, что они могут играть и могут играть в хороший футбол. И я попросил ребят очень строго сыграть в обороне, с учетом того, что объективно команда по всем показателям, и в индивидуальном мастерстве, и в командной игре, ну, выше надо объективно смотреть на вещи. И принимая план, может быть, в какой-то степени, не знаю, для команды Крылья Совета, стало это определенной неожиданностью, потому что, ну, они играют, все игры практически, они играют с позиции первого номера. Они хорошо контролируют мяч, ведут игру, мы внимательно их изучили, их тактическое построение, все, и с учетом того, что они играли в три защитника, в три защитника с двумя опорниками, и для нас тоже мы готовились к тому, что они будут играть 4-3-2-4-1, но выпустили второго форварда. Но здесь очень строго сыграли мы в обороне, и оборона начиналась при потере мяча на чужой половине поля. Мы принимали такой план, принимали план, высокий прессинг, дабы отсечь Корнеленко от игроков, которые подыгрывают ему. И, в принципе, я очень ребятам благодарен, это очень энергозатратная работа, требующая приличного физического состояния, и практически мы весь матч выдержали. Второй тайм, зная то, что проигрывая 1-0, крылья пойдут большими силами вперед отыгрываться, появятся зоны. И здесь мы, я попросил ребятам, ребята, садиться к центральной части поля, садиться, уплотнить везде игру, и уповать на быстрые атаки, что, в принципе, и было, и подходы у нас были хорошие. Так, внешне, конечно же, крылья владели инициативой, территорией, но у нас более опасные подходы были. Если так взять, то забитые пенальти, был момент, обязан был забивать в первом тайме, после хорошей разъединенной комбинации фланговой передачи, Каюмов с линией вратарской, там, обязан был он забивать. Ну, так строго выдержали план и отработали на все 100%. Чем я ребят поздравляю, все, они просто мужики молодцы. Следующий матч с Томью команда играет на выезде, который, в общем-то, вы уже обошли сегодня. После вот Амкара, после Олимпийца вы сказали, что фон эмоциональный не блестящий был. Теперь есть какие-то шансы на эмоциях дальше продолжить? Ну, я очень надеюсь на это, потому что состояние было не из лучших. Мы проиграли, ну, Амкар понятно, Амкар команда премьер-лиги, они, ну, объективно, выше нас классом, все, они использовали все практически. Ну, это прошедшая история, да. А состояние психологическое было, ну, скажем так, не очень хорошее после поражения от Олимпийца. Никак это поражение не заслуживали, не заслуживали. И по первому тайму мы владели инициативу, ну, как и строго тоже играли, все, у Олимпийца не было практически ни одного шанса, ни одного шанса в первом тайме. Мы повели 1-0, 1-0 повели, и, ну, вы знаете, совершенно глупейшее удаление шумейка, и играть практически весь второй тайм в десятером, и, ну, там, ошибки уже индивидуальные были. И, ну, проиграть эту игру прямому конкуренту, ну, в данной ситуации, рядом находящейся команде Олимпийца, конечно, было очень тяжело, тяжело, и вот я еще раз повторю, что все это время пытались вывести их с этого состояния. Ну, как показала игра, молодцы ребята преодолели себя, именно вот чисто с психологической точки зрения. Все, и я думаю, что, конечно, эта победа, любая победа, она положительный эмоциональный фон дает, а такая победа над, ну, явным лидером, это Енисея и Крылья Советов, понятно, две команды, которые, ну, скажем так, в организации футбольного хозяйства и по составу, и все, ну, они стоят особняком по всем позициям, все, и выиграть это, это дорогого стоит. Павел Ильич, ну, лидеров прошли, да, прошли Енисея, прошли Самару, Оренбург, там, Стамбул, то есть теперь вот на финише этого года команда себе подобными будет играть, то есть, наверное, как-то очковый запас есть шанс пополнять, потому что с середняками. Общий шанс, шанс есть, естественно, и надо стремиться к этому, но в данной турнирной ситуации, в которой мы оказались, да, здесь какое-то подразделение на лидеров и команды, которые, ну, ниже находятся, я не вижу смысла, каждая игра очень важна, и за каждую игру, там, за победу три очка, да, все, и для нас все игры будут сложные, сложные, все, поэтому будем настраиваться, будем готовиться, чтобы концовку первого круга в две оставшихся игры попытаться покинуть зону, зону, пятерку команд, которые борются за право остаться в ФНС. Пожалуйста, еще вопрос. Павел Павел Павлович, ну, вы сказали, что выводили из тяжелого человеческого состояния команду, и, судя по сегодняшней игре, вам это удалось, не боитесь эйфории после сегодняшней победы? Нет, эйфории я не боюсь, и сейчас у нас об этом в раздевалке шла речь, я ребят попросил и предупредил, что расслабляться нельзя, мы сделали большое дело, большое дело выиграли лидера, одного из лидеров, да, но это не дает нам пока никаких таких вот дивидендов, которые в турнирной таблице, чтобы резко изменилось, да, находимся здесь в большой группе команд, которые, ну, плотно идут, практически, не знаю, как там все результаты, до 10-го места разделение было, все, и тут разрыв не такой большой, все, поэтому каждая игра очень важна, и я уверен в том, что никакой эйфории не будет. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»